Добрый день, дорогие! Сегодня воскресенье, день, когда наш Спаситель воскрес. Эту запись мы ведем с улицы Небесный, дом 7. С вами я, епископ Альберт Раткин и наша церковь Слово Жизни в Калуге. Вы знаете, что второе воскресенье мы проводим на улице, здание опечатано. По требованию городских властей они обратились. Я пытался связаться с мэром, показать, что мы тоже люди, что нам нужны какие-то условия. Нам нужны хотя бы туалеты, вода людям. Вы видите, какая жара свыше 30 сегодня в Калуге. На этой неделе, наверное, все калужане увидели. Новость прошла во всех СМИ, городской голова увидел, как тяжело приходится приюту для собак в Калуге, которые находятся на окраине города. И там владельцы помещений, они отказали арендаторам, то есть собачьему приюту, и как бы не пускали их уже. Мэр вмешался сразу же, он начал защищать права собак. И позднее к нему присоединился временно исполняющий губернатора нашего тоже. И они решили этот вопрос буквально в пару дней. Я хочу обратиться к вам, господин городской голова, господин Денисов. Вы видите людей. Они не хуже собак, поверьте. Не хуже скота какого-то. И я хочу прочитать вам слово. Слово Божие. Я думаю, что губернатор посмотрит, я думаю, что власти посмотрят. Вы видите, сколько людей с детьми, пенсионеры. И мы оказались под палящим солнцем. Было бы хорошо, если бы вы посетили также нас и решили наш вопрос, вопрос церкви, вопрос кафедрального собора, храма Христа Спасителя здесь, в Калуге. Однажды случилась история. И это и случилось в библейские времена. И люди что-то говорили Иисусу. И давайте посмотрим, как развивается история. Она, подошедши, кланялась ему и говорила, Господи, помоги мне. Он сказал ей в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Но она сказала, так, Господи. Ну и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Вы, господа, управляете этим городом. Если вы думаете, что мы хуже псов, то, может быть, тоже что-то сделаете для верующих, для христиан здесь, в Калуге. Потому что Калуга скоро станет символом для всех. Символом, где городские власти ненавидят христиан. Символом, где нарушаются все права и свободы верующих. Это уже история здесь, 20-летняя история противостояния с церковью городских, областных властей. Она вышла уже давно за пределы. За пределы Калужской области, за пределы России. За нас молятся, нас поддерживают, о нас пишут, о нас говорят в разных странах. И мне кажется, окажите милость, сделайте что-то для калужан. Если вы считаете, что мы хуже псов, ну, бросьте хотя бы крохи, господа, как написано. И мы будем этому рады. Разрешите, сделайте что-то, пойдите навстречу церкви. Встретитесь епископом. Не избегайте, не прячьтесь, не говорите, что мы встречаемся с вами в судах. Спасибо большое. Спасибо за то, что слышите. Спасибо всем, кто молится за нас. Благослови вас, Господь. Да, еще хочу сказать, что с этой недели мы начинаем сбор пожертвований для того, чтобы купить шатер, купить палатку. Потому что в эту жару или в дождь просто будет невыносимо людям. Еще раз хочу сказать, мы не собаки, мы не скоты, мы люди, мы россияне. У нас паспорт Российской Федерации. И мы тоже хотим, чтобы наши права уважались. Благослови вас всех, Господь. Аминь.